И с вами на канале Beyond the Summit RU2, Старский и Sunlight, ну и матч команды, разумеется, Elments Pro Gaming и Pro Dota Gaming, Best of 3 Противостояния. Ну что, Кирилл, рассказывай, чего ждёшь от матча и вообще, как дела, как настроение, как мажор? Привет-привет, Боря. Дела более-менее, мажор шикарно прошёл, по-моему. Чего жду от этого матча? Ну, интересно посмотреть за новым составом Pro Dota Gaming. Хотя они относительно, может, как бы две недели играют, вроде бы, именно таким ростом, но, тем не менее, только вроде бы сегодня или вчера они специально анонсировали, что вот это тот самый состав. Ну, или я что-то путаю. Но, во всяком случае, сейчас ребята первый день на буткемпе пытаются себя проявить. Посмотрим, что покажут. Ну, вот, J4, взяли Беларусь. Как считаешь, Беларусь практически полностью в европейском коллективе, это хорошо? Не мешает ли коммуникациям, вот, факт рождения в России, ну, в Беларуси, в русскоязычной стране? Да, не, у Алексея липаю всё нормально с ногдейским, думаю, всё будет в порядке. Это такое уже, знаешь, слишком много коллективов, которые, скажем так, имеют разношерстных абсолютных игроков. И коммуникация-то, конечно, важно, важно разговаривать на одном языке, но футболисты же там, допустим, как-то справляются с этим. Хотя там, конечно, меньше приходится взаимодействовать словесно, но, тем не менее. Ну, наши даже на одном языке, как видишь, не справляются, к сожалению. Бывает. Да, бывает. На самом деле, достаточно успешный старт. Тебя не было на предыдущей игре, но мы наблюдали со зрителями, как ProDota развалила просто TeamSpirit. No chance. Ну и элементы справились с Vega Squadron, там было два Best of 1, соответственно, на параллельных каналах. И у нас победители этих пар, элементы ProGaming, ProDotaGaming. Мне кажется, заруба будет лютая. Мне кажется, ребята всерьёз задумываются о слоте и ни в коем случае его отдавать не хотят. Ну, естественно. Естественно. Турнир всего лишь за 100 тысяч долларов. На фоне мажора, конечно, деньги могут быть небольшие, но зато есть шанс приехать под тёмной лошадкой и доказать, что ты способен. Не, ну, во всяком случае, конечно, таким командам надо себя проявлять, выходить. Всё-таки те же два уровня. Хочется как-то выбиться, заявить себе, скажем так, попасть на общую арену. Ну, и в преддверии интернешнл, хотя я не знаю сейчас, конечно, мне кажется, что только команды с мейджора получат инвайты. Никакая другая команда не сможет получить инвайт, несмотря на то, как она отыграет вот этот, скажем так, промежуточный сезон между мейджором и мейнтом. То есть ты думаешь, победитель саммита не получит инвайт? Или ты думаешь, победитель саммита просто будет команда, которая... Мне кажется, ну, либо да, либо будет просто команда, которая с мейджора, как бы, да, вот, вошла там, грубо говоря, в топ-6, плюс-минус. Я не думаю, что выйдет какой-то патч, что что-то сильно поменяется. Ну, единственное, что надо пофиксить, наверное, SolarCrest. Это слишком неадекватный айтем, вот, но во всем остальном, ну, мне кажется, что так и будет. Как и раньше, в принципе, говорили о том, что очень сложно будет получить инвайт, несмотря на то, что там, сколько вы проиграли вместе или нет. То есть если сезон закончился, и там, допустим, условное TeamSecret, то, что сейчас зарешафлились, да, или там TeamNP, мне кажется, что вот такие команды инвайт точно не получат. Ну, да, Valve не любит командам, которые меняют состав инвайта, в принципе, давать. Есть такое дело. Меня, знаешь, другое удивляет. Вот Нахаса в своем твиттере писал о том, что руну дабл-демидж, по его мнению, нужно фиксить. И, наверное, даже раньше, чем SolarCrest, и вот эти заходы от ТБ с дабл-демиджем в матче Virtus.Pro, я думаю, сложно будет забыть, когда просто расстрел был от Trans-S вообще без шансов. Ну, знаешь, на самом деле, Дота тема интересна, что здесь присутствует очень много факторов рандома. То есть если там сравнивать с условной Лигой Легенд, да, допустим, там очень мало таких вещей, как крит-шанс, там нет абсолютно баши никаких и все такое. То есть здесь то же самое. У нас получается сколько реген, иллюзии, хаста, дд и аркана. То есть 5 рун, да, то есть 20% шансов то, что появится, в принципе, это руна. Конечно, неприятно, когда дабл-демидж подбирают герои, у которых свой белый урон там нереален за счет статов. Но, я не знаю, мне кажется, что на такие вещи никогда не обращали внимания. Нет, да, это рандом, но это круто. Это круто то, что это есть. То есть игра может измениться в любой момент за счет таких вещей. Но, тем не менее, надо обращать внимание именно на этом. Нет ли такого, что скил решает меньше, чем везение? То есть мы же говорим о том, что она соревновательная Дота, и она, соревновательная Дота, должна быть сбалансированной игрой. Не вносит ли вот эта руна дабл-демиджа какую-то ноту дисбаланса лютого в игру? Да, я бы не сказал. Ну, мне кажется, нет. Все-таки есть способы же, как и там, можно и задефузить, господи, эту руну, правильно? Да, тут ты прав. Да, да. Тут как бы много вариаций. Это ж не прям, знаешь, ты подобрал, ты там, неуязвим, бессмертен, непобедим. Такого нет. Ну, это мнение вот конкретно именно статсмана, да, вот такого жесткого, который там к цифрам привязан, но Дота, тема интересная, что она разнообразная, и что тут может быть много чего непредсказуемо. Ну, ты абсолютно прав, боитесь дабл-демиджа, соберите диффуза и решите свои проблемы сами. Действительно. Соберите диффуза, пикните героев там, которые могут пурчить, купите ЕУ, я не знаю, ну, это, это говорить, знаешь, как будто крика помощи, мытье какое-то, ну, пофиксите ее уже. Нет, так не работает. Утимейты УСФ и Дизраптора на проказ, но Томни Найт. Выбор там, по-моему, очень хороший, хоть и очевидный, но Квардин Энджел и возможность диспейлить что-то с Репелла смотрится для протогейминг очень круто, этот герой. Ну, и на поддержке есть Лордар, Эмберт Спирит, скорее всего, будет классический в миде с Вейлами, и Рубик, возможно, пороумит где-то. Кого нужно добрать командам, чтобы вот завершить этот пик? Тут еще не совсем все понятно, конечно. Мне довольно-таки удивительно, что ЦМК вообще ни в пике, ни в бане, это самый такой часто появляющийся персонаж. Я смотрел, к слову, более предыдущую игру, правда, это гейминг, вот как они вынесли Тим Спирит. Вот, но мне нравятся пики одной и другой команды, то есть здесь мы видим связку Клокверк и СФ, да, то есть СФ придет мид огромный, скажем так, с большим количеством дэмэджа. Думаю, там как-то Сплордар, возможно, будет зонить или еще что-то. Да, я думаю, коги за будет обязательно. Ну, это в любом случае, ну, вот мы видим, Омнина это, вот, рода этой гейминг, то есть это Офлейн Омник, которому, я бы не сказал, что прям супер приятно стоять там против Фурсы Дизраптора, но он себя будет комфортно чувствовать. Ну, все-таки возможно поставить Триплу против Фурсы в сложную, а Омник отправить на легкую и фармить подвышкой. Ну, во всяком случае, будут перетяжки, свапы, я не знаю, как команды к этому там относятся, посмотрим. Ну, во всяком случае, Урса стоит хорошо против Омника, да, то есть я бы не сказал, что Омник это вообще вот самый больной герой на Офлейне, он такой, его достаточно сложно убить, если что, он нажимает репел, тп аут и все, ты там ничего не сделаешь, он все равно там свое будет получать. Ну, пик дума, конечно, не совсем понятен. Мне кажется, ЭПГ сейчас ослабили появлением дума своей линии, получается, думал, что он будет пофармить леса или чем он займется? Не, ну, по экономике он будет вывозить, герой, в принципе, плохой, но как он будет перемещаться, это больше всего интересно. Ну, я решил залезть в статистику по такому герою, как дум, мне кажется, он весьма ситуативен и требует грамотной реализации. Дудума винрейт 57% при сыгранных 140 матчах, весьма серьезный показатель, выше среднего им отыграют абсолютно все команды. Это за какой промежуток времени? Я думаю, что это патч, что-то мне вот подсказывает, что это патч. Да, ну просто дума не так часто появляется. Ну, у нас патч был давно относительно... Ну, вот я имею в виду глобальный патч, а не там обновление с 7.04 до 7.05. Я думаю, что это с 7.00 патча, собственно, все считается. Но, в любом случае, статистика говорит о том, что думрингер после появления талантов, после всех изменений с ним сделанных, он стал хорошим фармилой и быстрые ранние артефакты зачастую помогают переворачивать. Так, как тебе, кстати, заставочка с башнями? С башнями? А, я только впервые увидел. Наслаждайся. Подсчет идет уровней компендиума для того, чтобы вырастить товара, но я точно знаю, что в цемном моде он не работает, поэтому, несмотря на то, что у ребят есть, я видел у некоторых батл пасс, они здесь... Вырастить товара? Да, ну вот внешний вид меняется, там какая-то задумка очень сложная. Действительно сложно. Нет, я впервые такое вижу. Вырешение отменяется, обрати внимание, вышки. Я еще не одну игрок просто сыграл, пока недавно, в принципе, и проснулся. Зарядили уже, по-моему, 3 миллиона, как компании Valve, на кампании призовой фонд. Да, да, там уже 3-3, да я смотрел, вроде бы. Ты уже зарядил? Я нет, я... Ну как, надо проснуться и зарядить. То есть, до того, как садиться комментировать доту, нужно заряжать. Успеется, успеется, Борис. В любом случае... Вот, мы видим, мы команды расставили уже ворды. Да, Vision появился. Одна команда поставила ворды. И J4 сейчас ошибется. Нет, не ошибется, почему-то он должен ошибаться. Да, его здесь прикроет милом, но... Что за задумка такая любопытная? Формят Коги в это время, ЕПГ. Дефолтная стратека. Все команды поняли, что надо по часовой стрелке с 12 часов начинать разбивать Коги. Т, тактика. Ну, да, это знаешь что. Оп, смог нажали, интересно. Вот в моей команде мне обычно пытается Клокер помогать Когеру. Да, и сейчас у Урсы могут быть проблемы. А пробивать-то нечем, но они дадут стан. Разве что можно было на хайграунд закинуть, попробовать слифтинга. Но там весьма-весьма сложно было это исполнить. Ну, понял, что, кстати, быстро среагировал, что смог пропал. Тут Клокер, Клокер, суппорт будет пытаться подрезать курочку. Кстати, курьер-то выехал, и Кейсер может этого курьера лишиться, в котором лежит Клокер Бейт. Он не поверил? Почему Леброн не пошел, я не совсем понял. Ну, надо читать, наверное. Он тоже. Что? Как? Как? Как он это сделал, он... Любопытно. Я просто застыл. Я тоже не совсем понял, как это возможно, ну да ладно. Показывает нам пока магию Доты 2, эти ребята. Ну и что мы видим? По линиям Гартер оказывается в линии сложной. Есть какие-то свапы, как я понимаю, линиями. 33-й против мяча и свифтинга внизу. Но сейчас достанется здесь, он не на эту похребтиню. Проблема в том, что Репел не рассеивает стаки от фьюрисвайпсов. И, в общем, получать там все равно будет, он не на это очень больно. А вот Эферст Блад Гоги на топе приговаривает к смерти. Джей Фо, Милан и Гартер на троих разваливают беднягу Дизраптора. Но он, видимо, бесплатно хотел просто на линию, на другую уйти. Ну да, знаешь, не развеивать не развеивают, конечно, стаки. Но все-таки у меня это Пурманшилд, а у Русы ничего нету. И можно тоже по хребту наваливать. А вот, кстати, новый хилинг слайл от Кейсера, его развили на хилку. Ну, неприятно, конечно, будет здесь Эмберу. Тем более, что СФ действительно очень хорошо себя чувствует против Эмбера в таком лайнапе, при том, что он пришел с душами. Да, и защиты от физы у Кейсера как таковой и нет. Он, конечно, взял себе Пурманшилд, но когда у твоего оппонента на первые минуты игры 80 урона, это уже не спасает. Уже приятного мало. Но у меня Найт будет и куда-то перетягиваться отсюда непонятно. Подхиливать крипов, СФ наносит урон. Ну и, кстати, чем там Думрингер занят? Мич набрал скелетов просто все воинов и фармит леса. Офлайн Дум. Интересно, сейчас проблема у меня на это. Ай-яй, Леброн. Не смог закрыть. Но, кстати, быкует, весьма непонятно, почему у меня на это. А, ну, я не могу здесь ничего не сделать от Глимса. Был бы Глимс, там можно было даже с Глимсом первого уровня, постараться как-то убить. Ну, тем не менее, Омник идет на базу. Безманный. Прошлась, человек чувствует на топе. Дум перетелся на топ. Оп, подпуливают ребята из команды ProData Gaming. Стараются вывести максимальный экспириенс. Правда, одного ранжевика запулили. Но ничего страшного. И такое бывает. Война ранжевых крипов. Милан пытается заденайть. Но ранжевого денайть это всегда приятно. Опыт с ранжевого больше всего капает. Соответственно, с денайл ранжевого лишил львиной доли опыта своего оппонента. Знаешь, какие-то линии, вроде бы и сильную обеих команд, но при этом я не вижу никакой агрессии. Достаточно спокойно отыгрывают команды. Да, если кто-то совсем уж подставляется, то его убивают. Но нет такого, чтобы кого-то пытались гнобить где-то, находить. Кейсер с Леброном. Вот так встреча. Ну, знаешь, я бы не сказал, что тут никто никого не гнобит. На самом деле, гнобят очень жестко Эмбер в миде. Но он уже не в миде. Ну да, он. Он решил уйти в леса. Он ушел в лес, но сейчас тут, возможно, будет выход в мид. И не знаю, смогут ли, конечно, забрать. Какой-то здесь смогут. Ну, проблем будет за пингвинчиком. Он еще и шаг сделал вниз по лесенке. И этот шаг будет для него фатальным. Но есть еще и кражу голову. И пингвинчик в таверну отправляют. ТП отменяли. Просто потому, что засейвить не удалось бы. Еще и самому можно было в трех героев подстрять. Элеменс про гейминг сориентировались вовремя. Немножко неправильно здесь сыграл пингвинчик. Я имею в виду покупка аквилы лишняя. Ему нужны были рейндропы. На силу упаковаться так, чтобы они не могли убить. Такие моменты это микро-микро решает. Смотрю на этого Урса. Он вновь перетянулся на топ. Он на это тоже, видимо, решил немножко подхейтить. Есть винлейс, есть арбов веном. И 33-й живет лишь за счет того, что Диаген Аура не дает сокращать быстро дистанцию с ним и накидывать этот самый веном. Интересно. Урса. Я что-то не понимаю, или Урса просто себе купил Транквилы. Мне кажется, он хотел фейзы, видимо, у него был винлейс. И он как-то просто купил себе четыре гена. Что-то пошло не так. Но мы видим, что в списке желаемого появились фейзы. Но они и были, они как бы никуда не пропадали. Недоумевает, наверное, что произошло. Слушай, эта игра странная. Если там пока какие-то странные вещи происходят. Ну, тем интереснее. Пингвинчик в миде. Леброн второго уровня. Вот саппорт Клокверк мне, честно говоря, не нравится абсолютно. Уровня нет, а без уровня Клокверк не представляет какой-то опасности. У него слабый бетрия саут, у него очень поздно появится хукшот. А зачем тогда брали Клокверка? Почему бы вместо саппорт Клокверка не взять саппорт ЦМку, которая также могла запирать, ну, не в коге, например, а в колбу? Ну, знаешь, тут все-таки задумка больше вот именно через СФ, как бы. И вся суть в том, что такой Клокверк, да, он должен дать старт СФу. Дальше он должен найти, там, заниматься какими-то пулами, возможно, гонять как-то. Но у него не получается делать ни то, ни другое, так как, во-первых, команды начали прыгать по линиям, да, смещаться. Он там не мог где-то долго задерживаться. Вот сейчас он просто бегает, скажем так, бомжует, собирает баунти-руны. Кстати, обрати внимание на миникарту. Тебе не кажется, что баунти-руны кто-то поднадул? Они стали каким-то огромным. Нет, у меня все порядка. Ну, ладно, можно... Забрали. Бландара. Сын-трючок стоял в меде. Не помог ему инвиз, конечно. Ну, вот, Клокверк. Я бы не сказал, что Клокверк из бэк. Совсем ничего он не получил, но, tranquilo, есть. Ну, по левелу он, в принципе, выйдет. Во всяком случае, сейчас тут подстакает лес СФ, упадет еще гонить. Подворует. Проблема Урсы в этой игре. Я не могу не нарадоваться покупке Танкил Буссов. Вот. Ну и все-таки Омни Найт действительно доставляет этому парню неудобства. Но нету никакого хила Урсы. Посмотри, что делать, 33-я просто идет за Урсой и будет его убивать. А все почему? Урса заденайл собственного крипа, у него только откатились транквилы эти 13 жутких секунд. И он заденайл своего крипа и остался на 200-х АП без регена. Мне кажется, это была, опять же, микро-ошибка. Знаешь, если бы здесь не было транквил, он бы умер все равно. Но ведь они же были, то есть деньги потрачены. Надо пользоваться. Гартер может попытаться сагрессировать на Клакавле. Брон запирается вместе с этим же Гернаутом. Гернаут получает сайленс от мяча. Дум уже с ультимативной способностью. Здесь минус Леброн, но в размен на Гартера размен очень хороший. А если еще и Милана надо не отпустить, будет все здорово. Милан крашит двоих, но на этом жизнь его заканчивается. И это... Заблудился он немного. Это отличный размен. Хороший размен. И еще и Денайт мяч в вышку. Классно. Ну, Дум себя тут действительно может неплохо показать. Несмотря на то, что там... Омни Найт уже под Т2 вышкой убивает Урсу. Хотя... Тут кто кого еще убивает. Ошибся, 33-й. И он умрет. 10 секунд, если сможет замансить, он выживет и убьет Урсу еще. Он просто прогрызает. Но... Когда Урса бегает от оффлейна Омни Найта, выглядит это... Орса действительно все плохо. ...не внушающей надежды. А еще и Милана... Смотри, если они найдут... Они убьют, будет ли реакция? Да, хватает скорость реакции. Милану нажать кнопку, и это минус. Урса. Ну, раз ты смотрел предыдущую трансляцию, я, наверное, не буду тебе отдельно обращать о внимании. И зрителей на то, что появились новые апдейты во внешнем виде. Обращайте сами на них внимание, друзья. И следите за тем, как появляется или живет Рошан. И изменения в графиках ГПМа также наверху экрана. Отслеживайте. Мне кажется, это весьма и весьма приятно для зрителя, для просмотра. Но мне, как комментатор, стало в разы удобней. Меньше переключаешься, больше следишь за игрой, а не за какими-то графиками. Я этого не вижу, чего-то. По часам. По часам у тебя график такой. А, надфорсов-2. Все, вижу. Зелененький, красненький, все. Изич просто. Размен вышками сейчас происходит. Тир-1 внизу давит ЕПГ. На топе также занимается давлением про дота. Ну и тир-1 вышки друг за дружкой складываются. Дефить никто не пойдет, нет смысла. Ну, размен. Вышки на вышку. Представляю, как у свифтендинга горит в этой игре. Когда ты играешь на кэри и чувствуешь себя бесполезным. Это очень грустно. Да и Урса, честно говоря, не тот кэри, который, знаешь, за 40-ой минуты вдруг набирает разгон, как какая-нибудь спектра с радиансом. Ну, безусловно, безусловно, это так. И он опять стрелал и есть. Есть от J-Fone. Телекинезис. Тут же серия станов под НРА, чем свифтендинге живет. Вот, ноутен Рейдж закончился, вместе с Урс их, собственно, заканчиваются ультимативные. Шестой уровень, десятая минута. Транквилы. Слева, это чуть-чуть из Раптора. Но... Не получается. Милану не хватает даггера, но быстрого даггера у Слардара все равно здесь не будет. К сожалению, здесь у нас не хватает даггера. Да, ты поторопился немножко. Все-таки не самый радужный старт. Я бы сказал, что был у Милана. Да. Да, он... Да, он, конечно, уже поучаствовал в пяти убийствах, но тем не менее, он просто бегает по карте, там, дает станчики, и они втроем-вчетвером убирают персонажей. Не получают ни денег, ни опыта, собственно. Не получалось у них на топе почему-то запулить. Здесь есть глимпс. Нет глимпса. Отмена, говорит. Тридцать третий. Просто репелит J4. J4 жив. Как-то наивно даже, по-моему, этот глимпс выглядел. Будем считать, что развели на репел. Репел 30 секунд в кулдауне. Кулдаун очень серьезный. На первом уровне способности. Ну и пингвинчик пытается поджать вышечку. И, кстати, разбивает весьма быстро, 140 урона. Пингвинчик со статами. И, кстати, видишь, укрепляется, пошел сразу же в Dragonlance. Это правильно. Не весьма быстро, без шансов. Милан букует тут чуть-чуть. Понимаешь, что они не могут забрать эту вышку, там, неплохой спам, в принципе. Ну и кэри разбежались. То есть та же Урса пошла там на топ, Джаггерноут пошел на бот. Подфармливать. Все крамотно делают про дота. Считаешь их фаворитами в этой игре, вот с данным драфтом и по итогам первых 11 минут? Ну, тут все может перевернуться. Все-таки именно тот фактор, то, что есть Doom у команды, EPG о многом говорит. Но судя по тому, насколько бедна Урса, я думаю, тут очень сложно ребятам вернуться в игру. Сейчас вот на топе, возможно, будут проблемы у Урсы. Конечно, тут стоит страхует Дезраптор, но... Гоги с ультимейтом, кстати, Шторм может что-то зарешать. Гоги, кстати, находит Сентряк. Еще не находит Апсервер, ставит свой Сентряк. Сейчас они должны понимать, что Урса один. Если вот он здесь останется, он один. Ну, Милан и хотел бы сагрессировать. Две секунды в кулдауне был Гвардиан Спринт. Сейчас Спринт откатился. Можно попробовать на ноге запрыгнуть к Урсе и постараться его замедлить. Там подойдет Omni Knight. Да-да-да-да-да-да. По-моему, Свифтингг проспал. Старт от Милана. Отлично. Сокращает дистанцию Милан. Есть танчик. Тут же захиливает 33. Неприятно. Свифтингг на плавину ХП. Он просел. И успеет ли дать имтимейт? Да, рычит. Урса пытается разменяться, но это невозможно. И Свифтингг погибает без шансов. Это уже какая? Третья смерть для Урса. Четвертая. Очень странная игра от Милана. Ой, нет, Милана. Извиняюсь от Свифтендинга. Ну, вот сейчас ответный выпад в миде. Пытается под вышечку забрать. Прекрасно вздумает. Они дают сканы и прочекали как раз. Прекрасно понимают. Не могут сделать регруппы, попробовать подраться. Вообще нужны сейчас про доте драки такие, прям 5 в 5. Они, наверное, их не сильно должны интересовать. У них набирает Ember Spirit артефакты. Хотя он уже с Вейлом и взял на 10 уровне талант на дэмэдж. В принципе, в драке он способен нанести очень много импакта. 20 к опыту. Кстати, берется и Omni Knight. Решил 33 стремиться к получению быстрого уровня. Ну, почему бы и нет. Да не, в принципе, да. Наверное, не стоило драться. Тут все-таки дофармливают какие-то айтемы. Вот только что Слордар 6 уровень получил. Остается ему буквально 500 золота до даггера. Ну, даже 400. Ну, все подфармливают. Если постоянно напрягать, убивать эту Урсу, да, можно как-то выйти. Но, тем не менее, замес у ЕПГ тоже сильный. То есть, если они позиционно круто нападут, как-то там через... Через статик шторм отрежут, как-то он не на это, возможно, через Doom. То есть, они могут хорошо действительно подраться. СССР действительно Сирен. Каких-то вмесок. Ну, тут они будут сталкиваться, скорее всего, опять же, от очередного смока, либо от покупки БКБ на СССР. Doom, кстати, взял ауру с Волка, ауру на дополнительный урон 30%. И под этой аурой дэмэдж у пингвинчика весьма-весьма серьезный. Здесь мог бы остаться J4. И, скорее всего, останется, прыгает Леброн. Хукшот отлично, запирает в Коге. Но это похорона Рубена. Пытается выиграть время. Захиливает 33-й. Есть Guardian Angel. Как же сэви, Томни Найт. Но стоило ли тратить на J4? Да, вот в чем вопрос. Это действительно вопрос. То есть, должны были понимать, ребята, что тут стоит Вижен, собственно. На нем же они попались. Но сейчас это дает просто возможность ребятам из ИПГ пойти и снести вышку на боте. Достаточно сложно будет дэф. Славдар пытается как можно быстрее дофармить даггер, но... Все равно к драке его не будет. Вышку, скорее всего, сломают. Поставили тут статик Шторм. Не совсем удачно. Ну, глимсонули кейсерам. Тоже, на мой взгляд, не лучшая из цели. Он тут же уходит за счет ремонта. И... Да, причем это делает. Как батек. По таймингу нажимает. Когда раньше все думали, что, мол, дедраптор это хорошая контра к эмберу. Потом... Не помню, кто вроде бы мэйби. Да, вроде бы мэйби показал, что это не так. Появилась эта фишка с выпрыгиванием, собственно, из глимса дедраптора ременантом. Снимает джейфа вард, находит он этот, своим сутричком этот об сервер. Но было понятно, не просто так должны были смака использовать ипг, должны были как-то больше импакта. Никого не убили, хоть завардить. Так и вышло. 25 к урону. Хватает урса. Кстати, а вот как ты считаешь, нет ли смысла взять такие моменты защиту от магии? Ведь там есть эмбер и светильник сейчас ощутить этого самого эмберяна. Почему-то кейсер упорно не хочет закидывать бейлы. Ну там 4 крипа еще рядом стоят. Ну, бейлам-то все равно, сколько крипов бейл по области проходит. Не, я имею в виду... Ай, мне показал, что это ты говоришь причины. Ну нет, точно не стоят. Здесь процентов это слишком мало. Там ж не будет 35. Там будет меньше. Ну и урон для урса, он действительно важен. Мил тут телепорт, чем эмбер. Хороший выход был от протогейминг, как только появился даггер у Славдара, был куплен смок. Сразу же выход, опять страдает урса. Не хочешь поставить, когда урса купит даггер в этой игре? Знаешь, тут может ставочка вообще не взлететь. Не взлететь? Очень страшно. Вдруг урса вообще его не купит? Будет смешно. Ну и долго, как же даггерал делает Милан, но вот позиция, в которой доказался, не уверен я, что он ее специально выбирал. Ну, он старался просто уйти. Понимает, что забирает Рошана под этот смок выход. Ребята из ЭПГ сейчас будет какой-то контр-выход. Видят, видят они Дума. Нужно мяча убивать очень быстро, но, скорее всего, скорости не хватит. То есть Гоги закидывает, кстати, к Шторму. Неплохой Шторм, в котором сейчас может погибнуть как минимум Милан. Милана в таверну. Дум накидывается на 33-го. Не раскастывается. Он не нает, его и глимпсует. Он становится легкой добычей для свифтинга. И также J4 здесь должен погибать. Пытается разменяться в мяча, но мяч выживает. И, по-моему, это провал сейчас для команды протогейминг. Хорошо, как я отыграл в этой ситуации. Очень хорошее поле, расстелил. Расстелил поляну. Вот, действительно хорошо сыграл. Дум оказался супертанковым парнем. И цель под ультимейт Дума, Дум, была выбрана идеально. Парень, который мог изменить исходство сражения, который мог дать ГА, он, собственно, просто побегал на ноге и умер. А он вроде бы не мог дать ГА, у него был кулдаун еще. То есть он довольно-таки поздно нажал репл, в принципе, подхилил, как бы, и все. Но, тем не менее, слишком много урона. Кстати... Сейчас должны понимать, как раз-таки, ПД, что пока нет Дума, нет статик-шторма, можно идти и забирать вот эту ту-единвышку в миде одинокую. Санлай, что ты думаешь на тему Мидасика на Омни Найт? Это насколько, насколько, в принципе, стоит ударяться в фарм, когда вы играете против Дума, который берет талант на золото с Деваур. И вот, мы видим, берет Мидас. Проблемы серьезные здесь будут у Гартера. Гартер пытается сбежать от Урса. Это невозможно. Особенно наказывает Гартера. Кейсор чинами не спас. Сейчас глимпсуют J4, и J4 также в таверну. Пингвинчик в замесе прокачивает себе здоровье. И 1855 фпсф с БКБ, а он воистину непобедим. Странный геймплей сейчас нам показали про Дота. У меня Найт находился в лесу, там подфармил, мидасил. Ребята троем решили пойти, задавили одного Клакверка. В итоге все успели просто затопешиться, убили этого Джаггернаута. Ну, продали, сейчас еще Т2-вышку продают. И про Дота потеряли невинную долю, свое преимущество. Преимущество по деньгам уже в пользу ЕПГ. И, не знаю, мне кажется, не стоит отпускать сейчас ЕПГ в отрыв. Да, они не смогут ничего сделать. Вот этот Эмберспилит, он что есть, что его нету в игре. То есть, помимо того, что он просто собирает фарм на карте, он как бы, собственно, не особо что-то делает. Кстати говоря, Урса все-таки приближается. Приближается. Ну, выиграли пару файтов, очень нужных для команды ЕПГ. Ну, да, Рошан, вышка, замес. Ну, я тут даже не сказал, что Урса приблизился к даггеру. Это скорее про Дота. Придвинули даггер к Урсе. Сказали, мы тут видим, что денег не хватает. Давайте пару файтов зальем у этой Урсе. Так, Милан в засаде стоит и готов он прыгать. Но дело в том, что его здесь мяч может рассекретить. Милан, Милан, пора уходить. Даггер аут. Ну, стоит, надо отдать тут один вышку. Джиган аута нет. Помни слэша. Он сейчас вот забирает миде. Таор спидпушит бот, ну. Просто в сплит играть. То есть, сильная сторона действительно. ПД гейминг в данном сражении, в данной игре. Потому что они могут неплохо спидпушить. Да, Эмбер весьма мобилен. У Джиггера. И пойдет в Манда Стайл стандартный. Ну, вот диффуза, наверное, нужны. Все же Урсу не так сложно задиффузить и законтролить. У Урсы придется еще там на БКБ как-то копить. Ну, и сейчас разделились ЕПГ. Двое засветились на вышке внизу. Пингвинчик, Гоги и Мич пытаются сбежать на ноге, а вот за ними выехали. Если Кейсер увидит, он может впрыгнуть. Ну, что, будет? Пытаться скоротить дистанцию. Не дают расставаться пингвинчику. БКБ слишком поздно, хотя здесь стриот. Немножко Гартеры, да, его накрывает вновь Гоги поляной. Тавер отправляет, но потратили на него три ультимейта. Будет это не его помощь, и он не знает опять далеко. Ошибается Леброн, хукшот не по цели. Ну и, судя по всему, не оставлял Ремнант Эмбер и не собирается возвращаться в эту линию. Казалось бы, прыгают на спину трем героям. Но не получилось. Леброн, кстати, SolarCrest варит тот самый, о котором ты так много говорил в самом начале игры. Баланс на этом. Очень. Дум. Дума же не было, Медас, насколько я помню, правильно? Но он его приобрел чуть позже. Он сначала прокачал талант на плюс 10. А потом... Вот еще плюс 80 галда, а потом взял Медас буквально через... Медас через несколько минут. Ну, сейчас не стоит чего-то делать. Правда, давайте какие-то эти выходы. Они действительно пока смотрятся очень блекло. Да на том, не на это он действительно не реализовывается вообще по игре. Сейчас, возможно, проблемы будут небольшие у Рубика. Или на это хотя бы у меня есть порстав. Заканчивается... Что им нужно делать играть в плит-пуш? Ой, если ты не прыгнул, но не знал, что там трое, пытается разорвать дистанцию. Уходим в таверну. J4. J4. Еще одна тычка, если прилетит, он отправится в таверну. Это похоже были стики. Там стики были прожаты, 33-й захилил, но мич не хочет отпускать. Сгорает. J4. И это подъем на хайграунд от Элеметс Про Гейминг. На 24-й минуте они будут забирать тертой вышку, а дефить просто нечем про доте. Они потеряют этот тавер. Нечем, потому что они умерли. Нельзя так делать. Это звонок в кумбейчную от Элеметс Про Гейминг. И похоже... Да, они уже давно дозвонились. Давненько так уже. Что делать про доте? Вот в такой ситуации, мне кажется, в первую очередь нужно заняться, собственно, позиционкой. Как-то, ну, совсем не клеится. Вообще игра в сплитпуш это всегда игра в риск. Да, то есть ты рискуешь конкретно персонажами, которые сплитят. Но при этом остальные герои должны играть очень пассивно. Они должны там откидываться, дефить, не умирать стараться, не подставляться. Они откидываются, но не в том смысле, в котором хотелось бы нам, наверное. Они откидываются не с пылами, они просто в таверну отлетают. И это не лучший выбор. А вот, кстати, Юрса с даггером. Реализовал ведь даггер, можно сказать, что получилось. Ну, здесь ему, скажем так, не он молодец, да, а команда оппонента, собственно. Но сейчас Милан идет вместить, есть танчик, нужно нажимать N-Rage, сихтендингу. Есть диффуза. Контролят. Очень больно. Вот N-Rage пошел, Гартера подгрызает, там стоит Хилингвард. Наверное, чейдить нет смысла, далеко. Ну, это и весь выход, собственно. Что-то пошло не так. Отличный смок юсидж. Я буду... Ты будешь хорошим комментатором, а я плохим. Договорились. Милан ошибается, и ему не дадут отсюда уйти. Ответные от Леброна мисс Пелома, это хукшот, который никого не нашел. Ну, и постараются Джейфо на спину присесть. Гвардиан Энджел, и идет один раз, на мужика 33-й влетает. Кейсер, трипл килл, мгновенно стирает команду Елеменс Про Гейминг. Пингвинчик прожал БКБ, Гартера можно также разменять. Пингвинчик погибнет, но с собой этот товарищ заберет. Трипл килл им от пингвинчика, что творят медиа обеих команд. Выносил вопрос какой-то. Это динайл, хорош. Ты когда-нибудь видел, чтобы он мне наики зал... Трификейшн в пятерых? Вот только что. Я тоже впервые в жизни вижу такое. Отписаешь, какой же там овердэмэдж был нанесен? То есть 300 на пятерых, полторы тысячи? У меня пропала табличка, там, где можно было посмотреть ирон. Я уверен, что он мне найт там нанес около двух тысяч драмаджа, еще, конечно же, кейсер. Очень круто влетел. Ну, я не знаю. Я не знаю просто как это откомментировать, то, что ребята находятся там пятером, приближаясь к дружке, такое ощущение, что им там холодно. У нас, кстати, весенняя карта, не знаю, как ты, а я вот свеженькую карту запилил. Эмбер Спирит раскопил лед. Эмбер там действительно. И в этот момент вместо любых анонсеров Valve должна просто включаться песня между нами, «Тает лед», «ЕПГ», «Таверну идет Милан». Кстати, смотри, зацепили Урсу в очередной раз, и Гартер, получив защиту от магии, должен был пойти вперед, но как-то расхотелось. По-моему, Элементспро Гейминг решили дать возможность тоже позвонить и продать в камбэчную. Там сегодня, видимо, все входящие бесплатно, и команда старается нас удивить. Это Best of 3 противостояние. Друзья, если вдруг только присоединились и не понимаете, что тут происходит, тут по сетке венеров идут продать Элементспро Гейминг, отвалили наши два коллектива, Темспирита и Вега, и сейчас выясняют, кто же из них сильнее. Пять к Бараневу и Качелурсу. Есть! Отличный выход от Леброна! Запирает здесь двоих, и сверху также раскастываются Гоги, но Гартер с помощью Блэдфьюри выходит из этого замеса. Кейсер пытается добрать Леброна, а Свитинг зонит Кейсера и пытается спасти Леброна, но это уже невозможно. Пингвинчик прожал БКБ, в очередной раз отступила команда Протогейминг, но они должны идти вперед. Ситуация 4 в 5, и есть чем раскастовываться. Дум в голову и... Что, неужели Сэф умрет? Джейфо ворованным думом приговаривает Пингвинчика к смерти и уходит отсюда на очередном своем. Ремнантин Эмбер Спирит, Милан, с мячом ручиться не получится, а вот мяч сжег 33-го. Проблема серьезная. Свитинге погибает в Гоге. Что за руин гейминг, Эльмантс про гейминг? Ну, несинхронно абсолютно нападает ЕБГ. Во-первых, Дезераптор не был в РНЖ, да, чтобы сразу же накрыть поля, но... Во-вторых, Дум имел кулдауна своей ультимативной способности, там еще 13-13 секунд, где-то было абсолютно хаотично, как-то нападают ребята. Не чувствуют. Такое ощущение, что не чувствуют просто действительно друг друга. Леброн ошибся. Это таверна для Леброна. Ключнику плевать. Он парень простой, сел в таверну, вышел. Но 25 секунд к возрождению он возьмет на 20-м, если до этого 20-го, конечно, доживет. А может и нет. Посмотрим. Пока 19-15 пользуются команды Протогейминг, по опыту 10 тысяч про доту ведут. Такой у нас немножко забавный был график. Сначала проиграли ЭПГ, потом вернулись в игру. Ну, здесь, скорее всего, про дота смогла собраться, вот ЭПГ как раз-таки допустили кучу ошибок. И в позиционном плане, что первый замес, когда они проиграли на боте, да, то есть сейчас тоже полнейший хаос у них происходит в драке. Раскатили их про дота гейминг, пережидали там способности, убили плакверка, заново напали. То, что ЭПГ остались, опять же, это их проблемы, решили почему-то потратиться на шрайне. Не могут шрайне уходят слухи модно драться. Ну, модно-немодно, но просто ребята убирают сейчас игру. Посмотри, что происходит, Гартер цепляет через диффузацию, даже не отпустит, скорее всего, не потратив даже омни-слэш, хотя вот сейчас, может быть, и стоило нажать кнопку, и да, Урсу просто-напросто аннигилирует богоподобный кейсер. он прыгает на джагернау, у которого есть аегис. Верит в себя? Ну, тут не верит в себя, просто ребята посыпались уже. Тильт? Тильт? Да, это Тильт. Тот самый знаменитый. Правда, не СНГшный, но тем не менее Тильт. Пингвинчика, форстафы, ну и без шансов. Ни БКБ, ни бабочки не помогают пингвинчику выжить, одно не нажал, второе не спасло, ну и мяча здесь также в таверну, Гоги, скорее всего, не выживет, Урса делает байбэк, Гоги, нет, неплохо заявил кейсера, Леброн, Зонит. Сейчас, ребята, там из прудота перекрупнуться, надо отхилиться минимально. Захиливает 33-й кейсера и разваливает Гоги. Кейсер, разумеется, тут же в лоу-граунд на своем ревнанте и Гартер еще не потерял Аегис. Не по таймингу, Милон ошибается со станом, но дэмэджа от кейсера и от 33-го хватает. Все, похоже на поплаву, мяч выкупается, но это не имеет какого смысла. Что-то поплаву похоже. Я бы даже сказал так, подводная лодка здесь, по всей видимости, заканчивает погружение и ложится на дне. Бывает, бывает, так. Действительно, бывает. Эту карту команда прода-то гейминг явно отпускать не намеренно. Забрали центральную линию, поднимается на топ и в топе Тер-3 вышка. Также очень быстро будут разваливать. Свифтинг чего-то ждет, но чего тут? От мяча разве что какой-то инициация, от его дума запрыгивает Леброн, и тут же мяч дает 33-го в голову. Дум, он не на это никого не захилит, но Леброн погибает. Проблема серьезная 33-го, его нужно как-то засейвить, засейвить-то нечем, и Денайт пытался Джейфо, не удалось. Гоги отправляет в таверну, Гартер Свифтинг убил, и, кстати, это после байбэка, 50 секунд без Урсы. Цепляет пингвинчика, раз, каст, и Гоги, и Милан также в размен уходит. Пингвинчик погибает, Гартер отдает Омнислэш, это, не знаю, двухминутная драка, скорее всего, закончится смертью мяча, есть заряд дефузов, добирает Гартер, третий фраг, и ЕПГ в таверне все находятся, а вот Джейфо и Гартер могут себе позволить попилить немножечко казармы. Стоило здесь Сеффилу вместо Патерфей конечно купить манту, все-таки неприятно играть против Лапдара. Да и не знаю, Чайны, манту как-то. Да, тут много чего можно снимать, с Ти БКБ и манта нужно. Но об этом нет смысла на самом деле говорить, так как ЕПГ сами отдали эту игру, действительно, проиграв позиционно, несколько на место ошиблись, цельтанули и не смогли собраться. Ну, да, такие возможности не отпускают. Казалось бы, когда ЕПГ вернулись в игру, все, все уже, казалось, есть шансы и можно додавить, и можно выстроить как-то макро правильно и грамотно, чтобы эта игра ушла в копилку Эльбис про гейминг. Знаешь, что-то поймали на ошибке. Проблема с тем, что у ЕПГ есть персонажи, у которых большой колдаун на ультимейте, сейчас говорю конкретно о думе, то есть я уверен, что они играли как бы, такое ощущение, что действительно они не чувствуют друг друга в каких-то моментах, то есть не договорились там о том, что у меня на самом деле часть вопроса вызывает сборка мяча, я не уверен, был ли смысл тратить на Мидас столько денег, все же Мидас. но Мидас это нормально, тут они не по этому проигрывают, они проигрывают потому что дисциплины нет. Гартер накинут Соло Крест, броня увеличена, Гартер готов идти пилить, ну и что, пингвинчик подставился, как же больно, БКБ прожмет, прожмет, но за секунду до смерти мяч врывается, есть опять 33-го Дум, сзади Лебро, но тут отличный форстаф, 33-й может попытаться выжить, спрятали его в Соло, в Блимера, и в Блимерах меньше урона от магии получает, Кейтер прыгает, до конца добивать, буйство, Гартер! Даже дабл рэмпэдж. Дабл рэмпэдж от Джаггернаута, как финальная точка в матче Элемент Про Гейминг и Про Дота Гейминг на первой карте, ух, вот это да. Хотя это вроде не дабл рэмпэдж должен был быть, у меня почему-то дважды выскочило, там ББК не было, но тем не менее. Так, красава, Про Дота. Смогли, смогли вовремя собраться, когда казалось бы игра может просто как вода утечь между пальцев и молодцы! Действительно браво, на первой карте можно посмотреть, что тут происходит. По статистике 23 тысячи урона от Гартера, 25 с половиной дал Кейсер и Пингвинчик 18 тысяч. Это то, что вы можете заметить. А вот не заметить вы можете 7700 урона от Свифтиндинга и вот если кто-то и не взлетел, так это урса. К сожалению, совсем, совсем не то. Медас, Медас был куплен на Думе после, собственно, после Транквилы Драмов. Вот, но да, тут действительно проблема в том, что когда ты играешь с Урсой, тебе важно иметь вот хорошего, именно хороших таких спортов, которые тебе могут помочь. Здесь Дизрапторы и Клокерок, они абсолютно не выполняют эту роль, я бы даже сказал, что Клокерок это вообще не самый лучший персонаж в совокупности с Урсой, потому как если он врывается, там он обычно запирается, Урса не всегда может дойти, тем более, что действительно у этой Урсы были проблемы серьезные, что со стартом, то есть должны были быть саппорты, которые могут обеспечить ему начало. Если даже и оставлять его одного, то как минимум парочка саппортов должны на карте что-то делать. делать спейс для этой самой Урсы, чтобы к нему не приходили, чтобы его не убивали, чтобы он мог стоять спокойно. А так он, получается, стоит против этого Omni Night, который его вперед ногами выносит. Да, если бы был какой-то плюс один суппорт нормальный, под нормальный категория Дизрапторы и Клокерк совсем здесь не подходят против Омника, но эти персонажи, они действительно ничего не делают Omni Night. Да, конечно, Клокерк там был пикнут в первой фазе, то есть Дизраптор там был пикнут во второй, я точно не помню, был ли... Не на это, я точно помню, что на четвертый пик был пикнут. Но тем не менее, как бы, они не совсем верно построили игру вокруг Урсы. То есть, они строили игру вокруг SF, а Урса, это значит не пришей кобелихвост такой вышел персонаж. Да все, в принципе, верно, Гриш Санлайт. Друзья, у нас будет небольшая реклама музыкальная пауза, после которой мы вернемся на вторую карту матча Элемис Pro Gaming и матча команды ProDota Gaming. Напоминаю, 1-0 ProDota впереди и нас ждет, возможно, решающая карта, если ProDota смогут повторить свой успех. Вернемся к вам через несколько минут, не уходите, не переключайтесь, с вами Старский Санлайт. В конкретном матче. Ежедневные квесты для всех участников проекта и лучший выбор платежных систем. С 2011 года более 600 тысяч пользователей делают ставки на все самые интересные события онлайн. ЕГП КОП Ты точно знаешь, кто победит.